В Большом зале администрации Ибийска состоялось шестое по счету заседание Думы города. В самом начале внимания аудитории было приковано к мэру Виктору Щигреву. Он рассказал о проделанной работе администрации за 2022 год и о планах на будущее. В отчете отражены темы из разных сфер социально-экономического развития. Значительные средства бюджета города идут на реализацию национальных проектов, в рамках которых на территории города строятся социальные объекты, идет благоустройство общественных пространств, ремонт автомобильных дорог и благоустройство дворовых территорий. Так, в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтированы участки 16 дорог протяженностью почти 16 километров. Выполнены ремонтные работы 22 дворовых территорий и проведена реконструкция бульвара ГДК, второй очереди парка строителей и зеленые зоны за торгово-развлекательным центром Ривьера. Кроме этого, была затронута наболевшая тема содержания дорог в зимнее время. В прошлом году за счет средств по линии Наукограда приобретено 9 единиц дорожной техники. Еще 4 было передано из государственной собственности Алтайского края. Новая техника активно используется, но, как показывают походы и пиковые снегопады, ее не хватает. По уборке и задержанию дорог необходимы комплексные решения, повышающие эффективность работы. Так, по решению правительства Алтайского края в 2023 году мы получим 7 единиц новой дорожной техники. А конкретно это 3 тяжелых автогрейдера, 2 трактора и 1 лаповый снегопогрузчик и 1 АКД. Большое внимание в своем рассказе Виктор Андреевич уделил специальной военной операции. После того, как в сентябре объявили частичную мобилизацию и ВИЧАН отправили в учебные центры, администрации города был организован сбор гуманитарной помощи. Общий объем отправленных грузов оценивается примерно в 30 миллионов рублей. После отчета прошло краткое обсуждение, а затем голосование. По итогу Дума Бийска приняла отчет мэра. Его поддержали 28 присутствующих депутатов. Мы перед отчетом обсуждали все документы, которые были представлены нам в Думу на комитетах Думы города и на фракции «Единая Россия». И Виктор Андреевич отвечал нам на все вопросы, которые мы ему задавали. Я хочу сказать, что его активная позиция, его желание более тесно общаться с депутатами города Бийска, а через депутатов с населением города Бийска, его желание более активно продвигать город в участии в различных федеральных программах очень импонирует. Высокий темп работ, который задает мэр, четко просматривается в планах на 2023 год. А если коротко об этом, то в текущем году капитально отремонтируют коммунальный мост и более 12 километров уличной дорожной сети города. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет проведен ремонт ливневой канализации общей протяженностью 800 метров. Кроме этого, планируется ремонт 20 дворовых и двух общественных территорий. Речь идет о сквере Ленинградском и зеленой зоне на квартале АБ. Продолжение следует...